В одном большом городе жили по соседству двое бедных детей, Каи и Герда, которые любили друг друга, как брат и сестра. Родители разрешали им ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. В теплое время года они проводили здесь все время, выдумывая разные игры, а зимой любили устроиться у теплого очага и слушать удивительные истории, которые им частенько рассказывала бабушка. Однажды, когда дети рассматривали книжку с картинками, Каи почувствовал, как что-то кольнуло его в глаз и сердце. Это были осколки зеркала могущественной повелительницы Снежной королевы. С тех пор поведение мальчика резко изменилось. Он стал злой, грубый и жестокий. Как-то раз Кай отправился кататься на санках и не вернулся. Когда Герда узнала об исчезновении Кая, она долго плакала. Но она была уверена, что Кай был жив, поэтому решила отправиться на его поиски. Долго шла Герда по лесам, по полям, и вот наткнулась она на чудный домик, утопавший в цветах. К ней вышла хозяйка, это была старая-престарая волшебница в большой соломенной шляпе. Герда очень понравилась старушке, и поэтому она заколдовала бедную девочку и оставила ее у себя навсегда. Герда позабыла о цели своего путешествия и много времени провела, играя в чудесном саду гостеприимной хозяйки. Однажды она случайно увидела розу и вспомнила Кая. И тут же, очнувшись от волшебства, отправилась в дорогу. По дороге Герда встретила большую умную птицу. Она рассказала девочке, что знает принцессу, которая собиралась выйти замуж, и ее жених очень был похож на Кая. Ворона согласилась провести Герду к нему. Оказавшись во дворце, Герде удалось увидеть будущего принца. К сожалению, это был Никай. Принцесса, выслушав грустную историю девочки, подарила ей золотую карету с кучером и слугами, а также башмаки, муфту и чудесное платье. И Герда отправилась в путь. В темном лесу сверкающая карета сразу бросилась в глаза разбойникам, которые тут же напали на нее. Разбойница взяла Герду себе в плен. Она привела Герду в разбойничий замок, чтобы похвастать своим зверинцем, в котором были лесные голуби и северные олени злопландии. Услышав историю своей пленницы, разбойница пожалела ее и отпустила вместе с северным оленем на поиски Кая. Северный олень привез девочку к старухе Ла Плантке, которая накормила измученную девочку. Она написала пару слов на сушеной рабе своей приятельницы Финки, которая жила неподалеку от дворца снежной королевы с просьбой помочь девочке. Она объяснила Герде, что причиной плохого поведения стали осколки зеркала, что попали ему в сердце и глаза. И он никогда не станет прежним, если не растопить лед силой горячего любящего сердца. Ко дворцу снежной королевы Герда отправилась одна. Никто не смел приблизиться к дому могущественной повелительницы. Ей было очень холодно и страшно. Очутившись в замке, Герда удивилась, каким холодным, пустынным и мертвым он был. Вскоре она заметила Кая, который совсем посинел от холода. Мальчик сидел в уголку и пытался выложить из льдин слово «вечность», ведь в этом случае он получил бы в подарок от снежной королевы весь свет и пару новых коньков. Герда бросилась к Каю, крепко обняла его и заплакала. Своими горячими слезами она расплавила осколок, застрявший в сердце мальчика. Кай тоже принялся плакать, и второй осколок выскочил из глаз вместе со слезами. Как они были счастливы видеть друг друга. Но не было времени для радости. Им нужно было выбраться из ледяного дворца, пока не вернулась снежная королева. Когда Кай и Герда наконец выбрались из царства снежной королевы, они поспешили домой. На обратном пути им повстречались все друзья, которые помогли Герде в ее поисках. Дома их ждали любимые цветущие розы, а все происшедшее вскоре было забыто ими. Как тяжелый сон. Когда-то в одной далекой стране жил король. И было у него 11 сыновей и одна дочь Элиза. Жилось королевским детям хорошо и беззаботно, пока в их жизни не появилась мачеха. Никто и не догадывался, что новая королева была злой ведьмой. Она ненавидела детей короля, всегда жаловалась на них и мечтала выгнать из замка. Злая королева так много клеветала на бедных детей, что вскоре и сам король начал верить ее словам. Сначала он отослал свою дочь на воспитание в деревне неподалеку. Там ей суждено было прожить до 15 лет. Злая королева хотела отослать и мальчиков, но они были еще слишком малый. Поэтому отец оставил их в замке. И вот однажды злая волшебница пробралась в детскую комнату и наложила заклятие на сыновей короля. Она превратила их в 11 диких лебедей, а затем открыла окно. И мальчики, ставшие птицами, вылетели из замка. Прошли годы, и Элизии исполнилось 15 лет. В этот день она вернулась во дворец. Ожидая прибытия короля, девочка встретила свою мачеху, которую злила то, что теперь принцесса будет жить во дворце. И вот уставшая с дороги Элиза не заметила, как уснула. Выбрав удачный момент, в комнату зашла королева и наложила на девочку заклятие. Внезапно волосы принцессы стали грязными и неухоженными, а лицо изменилось и потемнело. В это время в замок вернулся король. Он соскучился по дочери и мечтал встретиться с ней. Войдя в комнату, король увидел, что девочка на кровати принцессы совсем не похожа на его дочь. Он разозлился и приказал выгнать незнакомку из замка. Ночью Элизи пришлось провести в лесу. Утром она умылась в пруду, чары спали и девочка вновь стала красавицей. Тут же ей повстречалась добрая старушка. Она рассказала принцессе о том, что каждый вечер видит у реки 11 лебедей в золотых коронах. Тогда Элиза пошла к воде. На закате туда прилетели и лебеди, которые в ту же минуту превратились в ее братьев. Они сразу узнали принцессу Элизу и принялись обниматься. Братья рассказали девочке, что злая мачеха заколдовала их. И теперь каждое утро они превращаются в лебедей, а ночью возвращают свой истинный облик. Утром братья снова обратились в лебедей и унесли Элизу с собой, посадив девочку в корзинку из зимовой коры. Принцесса была счастлива лететь по небу вместе со своими братьями. Ей казалось, что это прекрасный сон, а вскоре она уснула по-настоящему. Во сне к ней явилась фея замка, которая рассказала, как можно спасти братьев. Элизе стоило нарвать крапивы и сплести 11 рубашек для братьев, но при этом ничего не говорить, иначе братья исчезнут навсегда. На следующее утро девочка принялась собирать крапиву. Трава обжигала ей руки, но Элиза продолжала срывать ее. Как вдруг девочку заметил прекрасный принц, охотившийся неподалеку. Он был очарован красотой принцессы и подошел к ней поздороваться. Но Элиза помнила о том, что говорила фея, а потому не произнесла ни слова. Принц был поражен молчанием лесной красавицы, поэтому вскоре взял ее в жены и увез в свой замок. Проводя дни во дворце, принцесса продолжала тайно ткать рубашки из крапивы. Но однажды советник принца увидел Элизу за этим занятием. Он распустил слухи о том, что принцесса колдует ночами и ее следовало бы арестовать. Со временем и принц поверил в то, что его жена ведьма. Тогда он приказал своим солдатам заточить девушку в темницу. Однако даже в тюрьме юная принцесса продолжила ткать рубашки. Наконец наступил день, когда Элиза закончила шить последнюю рубашку. В этот момент отворилась дверь темницы и принцессу повели на суд. Бедную девушку решили приговорить к казни. И в тот момент, когда судья зачитывал приговор, с небес спустились 11 лебедей. Элиза вынула из-под юбки рубашки и накинула их на птицы. Ее братья тут же превратились в людей. Но у принцессы не хватило крапивы на рукава для последней рубашки, поэтому у младшего брата вместо рук остались лебединые крылья. Тогда братья рассказали свою историю. А принц, который в глубине души верил в невиновность своей жены, попросил прощения у Элизы. Принцесса тут же простила своего мужа. Наконец братья были свободны, а Элиза счастлива. Все вместе они вернулись в замок. Отец признал своих детей и многие годы не мог простить себя за то, что позволил мачехе его обманывать. А сама злая колдунья превратилась в ворона и улетела, чтобы больше никогда не вернуться в замок.